Руководитель проекта по реставрации БК-73, он же его нынешний капитан и владелец Александр Ёлкин, не перестает восхищаться своим детищем. Бронированный катер времен Великой Отечественной войны буквально был собран по частям. Большую часть подняли со дна Керченского пролива неподалеку от мыса Панагея. Там он пролежал почти 70 лет. Я специалист по задоношенным судам. И долгое время, погружаясь, мы находили останки кораблей, идентифицировали их. И появлялись какие-то находки, оставались, и они копились, копились, копились. В конце концов, решилась идея создать корабль-музей. Ну, во-первых, не только для того, чтобы на нем отдыхать, а для того, чтобы посмотрели люди, чтобы радовались люди. БК-73, или как его называют речной танк, весил 26 тонн и мог выдержать нагрузку в 35. На корме катера изначально был установлен авиационный двигатель мощностью в 800 лошадиных сил, который выдавал скорость 30 км в час. Бронекатер был оснащен двумя крупнокалиберными пулеметами, прототипы которых и сейчас установлены на башне. Согласно историческим документам, в Советском Союзе было спущено на воду всего 76 подобных машин, большинство из которых погибли в боях. Когда я стал изучать судовые документы, связанные с прототипом этого катера, то среди личного состава увидел, что два офицера, два украинца было. Запорожец фамилия и Яковенко. Они погибли, защищая свою землю, но на берегах Волги. На восстановление катера ушло два года. Потратили порядка двух миллионов рублей. Его реставрацией занимались в Тольятти. Теперь боевая машина станет музеем, который смогут посетить все желающие. То, что мы видим сегодня, это, конечно же, уникальный опыт восстановления боевой техники, который говорит о том, что у нас есть еще настоящие энтузиасты, настоящие патриоты. Старания мастеров смогли оценить ветераны Великой Отечественной войны. Для них экипаж устроил небольшую экскурсию по Волге. Катер полностью на ходу, правда, его возможности немного уменьшились. Но это не помешает ему преодолеть расстояние в несколько сотен километров. Время стоянки БК-73 в Самаре всего пять часов. После отшвартовки он продолжит свой путь вниз по Волге и пройдет через Балакова, Вольск, Саратов и Камышин. Конечной точкой путешествия речного танка станет Волгоград, где 9 мая, в День Победы, он примет участие в юбилейном праздничном параде. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.